Приветствую, но это традиционнейший обзор уже тизера, ну или промо, новых восьми серий ходячих мертвецов, которые, к слову, вернутся через каких-то четыре месяца. Ну что сказать, можно, конечно же, начать душнить, что у продюсеров ХМ руки снова растут из одного места, потому что они слили буквально все интриги, что только можно было, показав всех уже живыми после разборок восьмой серии. Можно, да запросто, а что если просто поменять отношение к этому? Но ведь реально мало кто из нас верил, что хоть кому-то важным угрожала опасность в той серии. Неужели вы хоть на секунду поверили, что Мэгги или Ниган настолько тупые, что не убегут от вездесущего фейерверка? Поэтому я так вам скажу. Мне вот кажется, что создатели ходячих просто уже относятся к нам, своей аудитории, ну как к родным что ли, к тем, которые уже знают все их правила игры. А потому они и искренне не играют с нами в кошки-мышки, а сразу выкладывают все карты. Вот глядите, нам нечего перед вами скрывать, все живы, содружество в Александрии, и все будет еще круче. Ну а теперь, собственно, разбор самого промо. Просто подумай о вариантах. Думаешь, это все стоит того? Тизер начинается уже с чистого поля Александрии, безо всякого следа ходячих, ну разве что только мертвых. Мельница еще дымит, но зомби собирают в кучу и сжигают. Сверху даже виден Дэрил, который уже вернулся домой, и недалеко от него Лидия. Кстати, обращает на себя внимание забор, он уже цел. Конечно, это ничего и не говорит, забор мог упасть именно что с другой стороны. Да и вообще, то, что Дэрил вернется, ярко было видно в другом куске этого же тизера, где его бежит встречать Джудит, а позади идут Кэрол и Лидия. Кстати, виден и бегущий Хершел, что тоже может говорить, что вернется еще и Мэгги. Правда, это тоже не факт. Пацан просто мог соскучиться по матери и бежать в надежде ее увидеть, но не факт, что она там будет. К слову, с Мэгги кадров было не очень-то и много. Вначале она уже днем где-то рядом с Ниганом, а потом ее видно стоящий на смотровой у забора, то ли Меридиана, то ли Александрии. Забор у них, к слову, одинаковый. Кстати, здесь у нее уже другая стрижка, что говорит нам, что прошло уже некоторое время после сражения и у нее даже получилось постричься. Тут два варианта. Либо Дэрил все же как-то повлияет на Лию и она согласится на мир с Александрийцами и отдаст им часть припасов. Либо Дэрил и Мэгги все же одержат окончательную победу над Жнецами. Так или иначе, но авторы уже сами проспойлерили, что Жнецам не удастся выстоять, потому что Дэрил в промо приехал с большой повозкой еды. Возможно, после свержения Лии Мэгги останется именно в Меридиане и это станет ее новым хиллтопом, как и в комиксе. К слову, спойлерщики не видели актрису Лорен Коэн на съемках после 10 серии. Это может говорить, что она и Элайджа будут там. В то же время я не верю, что Мэгги что-то грозит. Уж больно здоровой она выглядела на том посту. Да и в финале сериала у нее должна быть важная роль в содружестве. Понятно и то, что Габи также ничего не грозит. Дэрил, кажется, будет у костра упрошать всех, не карать под нож буквально всех Жнецов из Алии. Там будет и падре. И я все же считаю, что баланс будет найден. Поэтому и ясно, что Габи тоже удастся выбраться из Меридиана. Возможно, он будет драться с тем самым другим святым отцом. Обращайте внимание на то, что в тизере очень мало времени вообще уделено Жнецам. Кажется, их пора завершается уже в первых двух эпизодах. Очень много в тизере именно содружества. Причем никто и не пытается скрывать, что оно приедет именно в Александрию. Там их встречают Дэрил и Розитов в компании кучи статистов. Так или иначе, но я уверен, что эта встреча пусть и будет в начале волнительной, завершится все-таки хорошо. Дело в том, что в тизере есть фрагмент, где Кэрол уже в их городке. То есть, я думаю, она, Дэрил и Розита все же приедут с ними уже к ним. Ну и какая же Анжела Канг, если она не представит свою новую антагонистку как что-то особенное. И большая честь для меня представить губернатора содружества. Мисс Памела Милтон. Про Памелу Милтон, губернатора содружества, мы уже столько слышали в упоминаниях первой-трети сезона. Также засветился ее отвратительный сыночек, которому очень правильно дали в дюпель. И вот в новом промо наконец-то таки появляется и сама она. Для этой чести Канг придумала даже некий праздник или бал маскарад для элиты содружества, где слово и возьмет сама Памела. Я не удивлюсь, если все это мероприятие будет задумано именно для встречи новоприбывших гостей из Александрии. А может это и даже своего рода посвящение Юмико в ряды высшего класса сообщества, ведь ее вроде как прочат на место местного главного судьи. В это же время, кажется, принцесса попытается освободить Юджина, чтобы с ним сбежать. В комиксе ей будет очень не по душе местные классы и правила, и она захочет сбежать. Полагаю, примерно это же может случиться и здесь. Ну, в общем-то, это и все, что я заметил в тизере важного. Думаю, что практически все герои переживут этот третий финал. Заметно, что в тизере нет Аарона и Грейси. Думаю, можно еще и попереживать за них, но практика показывает, что все это зря. Ну а пока, спасибо, что посмотрели. Давайте ждать уже БХМ и всего-то каких-то 4 месяца. Ну а пока, ставьте лайки и да пребудет с вами сила логики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok